Здравствуйте! Это новости Дагестана на телеканале ННТС, студии Махач Курбанов и коротко о главном. Все главные ответы на вопросы о принципах веры в реальной жизни. В муфтиате Дагестана состоялась презентация сборника ФЕТ. В Кубачее не только знаменитое село Златокуднецов, оно известно также своими мастерицами, изготавливающими платки. О талантах старинного села узнаем сегодня в выпуске. Дагестанские журналисты вошли в число номинантов 10-го Всероссийского фестиваля конкурса «Энергия побед». В числе финалистов конкурса и наш коллега, спортивный корреспондент ННТ Курбан Радимов. На директора одной из школ Каспийска возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по республике. Он подозревается в превышении должностных полномочий. В сентябре 2020 года директор нарушений установленного порядка распределения стимулирующей части фонда оплаты труда единолично подписал приказ, на основании которого учителям школы произведены выплаты стимулирующего характера за второе полугодие 2020 года в сумме 1,2 млн. рублей и средств, образовавшихся в результате экономии фонда оплаты труда. В качестве основания в данном приказе указан протокол заседания комиссии, которая фактически не проводилась. Под предлогом приобретения оргтехники для нужд школы через своего заместителя директор организовал сбор части выплаченных стимулирующих выплат у учителей в общей сумме около 115 тысяч рублей, передали пресс-службе. Теперь он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Завысил свой возраст для получения пенсии. 63-летний житель Левашинского района подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета Дагестана. В 2010 году подозреваемый вышел на трудовую пенсию по старости, незаконно увеличив свой возраст, ввел в заблуждение работников местного отдела миграционной службы, получил подложный паспорт гражданин России с измененным возрастом. С 2010 по 2019 год он получил пенсию на общую сумму более 1 миллион 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местного отдела Федеральной миграционной службы и отделения пенсионного фонда. Также будут приняты меры для возмещения причиненного пенсионному фонду ущерба в полном объеме. Федеральная налоговая служба опровергла увеличение налога на машины дешевле 3 миллионов рублей. Никаких изменений в отношении так называемого налога на роскошь не принималось. Повышенный транспортный налог по-прежнему придется заплатить владельцам автомобилей, которые входят в перечень Минпромторга России. Причем цена покупки в этом случае не учитывается, сообщили Федеральной налоговой службе. Ранее в ноябре ФНС предупреждала владельцев автомобилей дороже 3 миллионов рублей о необходимости платить налог на роскошь, даже если они приобрели свое транспортное средство со скидкой, поскольку для расчета налога ведомство использует не цену сделки, а специальный порядок, утвержденный Минпромторгом. Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей, так называемый налог на роскошь, применяется в стране с 2014 года. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта. Документ опубликован на сайте Министерства. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля. Дагестан занял первое место по смертности среди заболевших COVID-19, а об этом сообщает новое дело. Данные получены в ходе мониторинга официальных данных по статистике коронавируса, который ведется в рамках проекта «Институт города». Согласно подсчетам, в республике умирает каждый 20-й заболевший. Даже многомиллионная Москва занимает в рейтинге лишь 36-е место. Представители власти пока ситуацию никак не прокомментировали. На должность мэра Каспийска отобраны три кандидата. В следующий этап из 14 человек прошли Гаджи Муслим, Исмаилов, Тагир Магомедов и Борис Гонцов. Изначально за место главы города боролись 20 кандидатов. Шестеро из них снялись с выборов в пользу Сергея Касьянова. Все они члены общественной организации «Каспийск. Наш город». Однако Касьянов не прошел во второй тур. Отмечается, что в пятницу, 27 ноября, состоится итоговый этап конкурса. На участие в программе развития горных территорий Дагестана поступило 28 заявок. На заседании комиссии по конкурсному отбору заявок для реализации мероприятий госпрограммы развития горных территорий Дагестана прошло в Минэкономразвитии Республики. В ревоглавы ведомства Гаджи Султанов отметил, что в этом году проведена широкая информационная кампания. Специалисты Минэкономразвития выезжали в районы для консультации. У большинства из участников были схожие проблемы, которые не позволяют им в соответствии с условиями программы принимать в ней участие. Это, к примеру, введение предпринимательской деятельности без оформления первичной документации, наличие задолженности по налоговым платежам и другие. Основной задачей программы является создание новых рабочих мест и сохранение населения горных районов на местах, создание для них комфортных условий. Это очень востребованная и актуальная для Республики программа, учитывая роли горных территорий в жизни нашего региона. Те, кто в горах, сегодня мы видим в горной местности преимущественно личные подворья занимаются выращиванием селхозпродукции, приобретают инвентарь, мотоблоки, косилки, другую малогабаритную селхозтехнику и, соответственно, могут рассчитывать на половину стоимости ее возмещения. В России могут запретить продажу спиртных напитков 1 и 2 января. Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил внести изменения из-за большого количества отравлений алкоголем в новогодние праздники. Общественник также сделал акцент на том, что бригады скорой помощи и больницы сейчас испытывают предельные нагрузки из-за коронавирусной инфекции, поэтому в новогодние праздники необходимо приложить все усилия, чтобы еще больше не нагружать систему здравоохранения. Организаторы проекта предлагают продавать алкоголь только в специально предназначенных местах за пределами населенных пунктов. В Махачкале продолжается строительство духовного центра имени пророка Иссы. Накануне с рабочей поездкой на месте стройки побывал общественный координатор проекта «Мой Дагестан, мои дороги» Мухаммед Рашидов. В сопровождении представителей центра он проинспектировал ход работ. В частности, обратив внимание на то, как идет укладка дорожного полотна на территории объекта, обследованы были пути, ведущие к основному зданию, мечети, а также парковая зона. Здесь будет располагаться Народная аллея. Это 9 гектаров площади от территории духовного центра до прибрежной части города. По оценке Мухаммеда Рашидова, дорожные работы ведутся качественно, со строгим соблюдением всех требуемых стандартов и технических норм. Приехали здесь со специалистами, сделали собрание, поговорили с ребятами, и ливневку показали, посмотрели, как нужно идти. Они мне показали, что действительно утоплено это, делают основания очень серьезные. Здесь техника современная, и грейдеры, и катки современные, которые они проводят, и делают основу, самую главную основу. Потом будут и асфальт делать. Отметим, духовный центр имени пророка и сын начали строить в 2015 году, а планируют завершить в 2025. Строительство комплекса идет на общественных началах, на пожертвования людей. На уровне правительства будет подниматься и глава республики с предложением о выделении именно от республики суда денег. Вот в 2020 году подготовлено на 2021 год. И вот там сумма уже будет правительством нам обсуждена, и обязательно помощь для мечети это будет сделано. Там дальше есть посадженные деревья уже, вот видите. В Муфтиате Дагестана состоялась презентация книги «Сборник Фетв». Она вобрала в себя 100 канонических ответов на актуальные вопросы современности. В мероприятие приняли участие представители власти, видные религиозные деятели и общественники. Подробности узнавал Хамза Нурмагомедов. Чтение Корана традиционно открывает религиозные мероприятия. Для мусульман Дагестана сегодня значимое событие. Вышла книга достоверных канонических ответов на вопросы, волнующие общество. Над изданием работали специалисты отдела фетв Муфтията республики. Что такое по сути фетва? Фетва – это богословско-правовое заключение. Доверять мы можем им в силу того, что они подчеркнуты, эти ответы были получены нами, извлечены нами из книг, которые представляют авторитет для всех последователей шафиинского Мазаба. Имена этих ученых и название этих книг мы все это приводим в качестве ссылок в этой книге. И эти имена, эти книги не могут не вызывать доверия. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Не затрагиваются не только темы, касающиеся богослужения и человека в отдельности, но и темы широкие, социальные. Например, в книге очень хорошо разбираются вопросы семейной жизни, проблемы бизнеса и многое другое. О важности и ответственности при вынесении фетв на презентации говорили крупные современные ученые Дагестана. «Население наше должно понимать, что богослужение фетв является очень важным и ответственным делом. Имам Набага подчеркивает, что это является коллективной обязанностью мусульман. Наши праведные ученые призывали нас максимально серьезно и ответственно подходить к данному вопросу. Сегодняшнее мероприятие в очередной раз показывает и подтверждает тот факт, что земля Дагестана богата истинными муалимами, учеными, которые неукоснительно следуют и сохраняют путь наших правильных учеников». В мероприятии также участвовали общественники и представители власти, которые подтвердили острую необходимость однозначных достоверных ответов на те или иные часто задаваемые вопросы по теме религии. Это важно как для молодежи, так и для общества в целом. «Когда наши молодые ребята ищут ответы на многие интересующие вопросы интернет-пространства, иметь под рукой вот такой фундаментальный труд, где на многие вопросы из реальной посредневной жизни даются ответы, используя очень известные, достоверные богословские источники, я думаю, это имеет огромное значение для общества и я думаю, этот труд будет использован в огромной пользе». Участникам встречи на экране показали видеоролик о деятельности отдела ФЕТВ, в котором подробно описаны методы работы, источники, на которые ссылаются богословы и те трудности, с которыми они сталкиваются. «Как правило, мы черпаем издание из шефинского наследия». Отделом ФЕТВ в прямом фтеате опубликовано в общем доступе более 500 канонических ответов. В первой изданной книге отображены и собраны 100 главных вопросов. Как отмечает руководитель отдела ФЕТВ, уже началась подготовка к изданию второй книги. По завершению встречи специалистам отдела вручили ценные подарки. Сегодня в Дагестанском федеральном исследовательском центре Российской Академии Наук презентовали книгу «Памяти жертв политических репрессий первой половины XX века в Дагестане». Издание содержит более 700 страниц, на которых отображены истории репрессированных дагестанцев. В книге публикуются сведения почти от 9 тысяч жителей республики, их дата и место рождения, какое наказание человеку было назначено и когда он был реабилитирован. За каждым делом, описанным в книге, стоят человеческие судьбы и семейные трагедии. Каждое лицо, по мнению составителя, это невинная жертва, статус которой официально признан государством таковым вследствие реабилитации. Есть люди, которые трижды были репрессированы и трижды реабилитированы. То есть это, конечно, поражает. И причем не один, два человека, а с десяток. Это то, что я сам лично видел. Следующее, конечно, есть люди преклонного возраста, за 80 лет, которые были репрессированы. Данные для публикации издания предоставлены Управлением Федеральной службы безопасности по Республике Дагестан на основе хранящихся в органах безопасности архивных уголовных дел. Издание предназначено для широкой читательской аудитории, интересующейся историческим прошлым. Кубачи. Когда слышишь название этого села, сразу представляешь серебро, кинжалы, украшения и посуду. Кубачи можно назвать селом Златокузнецов. Но есть у него еще одна уникальная особенность. Большие женские белые платки, о которых расскажет наш корреспондент Алина Багилова. Каз – это не просто белоснежный головной убор, расшитый золотыми нитками. По рисунку на платке определяется статус девушки. Например, замужем она или нет. Чаще всего кубачинки вышивают на своих платках цветы или перья. Казы у нас разные. И каждый каз предназначен своему празднику. Казы начнут с тех, которые мне мама дала, когда я выходила замуж. Они вышиты старинными нитями. Эти вышивала я. Они тоже считаются нарядными. Тот, что побольше, он тоже на свадьбу носится. Этот поменьше узор, он как повседневный. Если умирает кто-то из близких родственников, кубачинка не носит привычную черную траурную одежду. Она снимает с каза бахрому, и на платке ее уже не будет ярких узоров. А когда траур заканчивается, бахрому пришивают снова. На поменьке, когда ходят женщины, они обязательно должны быть в казе без бахромы. И рисунок должен быть как можно скромный. Раньше женщины под каз надевали другой головной убор – чох-то. Но сейчас чаще всего просто накидывают платок. Повязать правильно каз – это тоже целое искусство. Надо сказать, это действительно непросто. К тому же важно правильно закрепить платок на голове, чтобы он не спадал. Сложность еще и в том, что надо следить, чтобы сторона платка со свисающей бахромой оставалась внизу, прикрывая спину. В кубаче каждая женщина с детства учится вышивать каз. Старшие женщины в семье учат этому девочек еще с дошкольного возраста. Работа златошви требует большой усидчивости. Вышивка золотой нитью отличается от всех видов вышивки. Она уникальна, трудоемка и очень ценится. Тратим на это немало времени, конечно. Но наше свободное время иотов заключается в этом вышивании. А нитками вышиваем мы разными. Эти нитки, конечно, синтетические нитки, современные. Эти нитки старинные. Ими вышивать очень сложно. Они какие-то проволочные и содержат какой-то процент золота. Такие головные уборы носят только женщины из дагестанского села Кубачи. Больше никакой другой платок или шарф этим словом не обозначается. Местные жители говорят, что казам столько же лет, сколько и самому селу. А это примерно 15 веков. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Кубачи. О спорте. Боксер Магомед Расул Меджидов проведет третий профессиональный бой. Завтра вечером дагестанский супертяжеловес выйдет на ринг на турнире в Голливуде. Противостоять трехкратному чемпиону мира среди любителей будет американец доминиканского происхождения Сахрет Дельгадо по прозвищу Молот. Оба боксера не знают горечи поражений на профессиональном ринге. Меджидов провел два боя, а американский спортсмен – восемь. Дагестанские журналисты вошли в число номинантов 10-го Всероссийского фестиваля конкурса «Энергия побед». Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России. В числе финалистов конкурса спортивный корреспондент ННТ Курбан Рагимов. Он участвует в номинации «Лучший телевизионный репортаж, сюжет или фильм» в региональных СМИ. Отметим, что отборочной комиссии было предоставлено 317 работ из 63 регионов России и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья, из которых были выбраны и сформированы списки претендентов на победу. Помимо Рагимова, в номинации на лучшую публикацию участвует сотрудница «Дагестанской правды» Мадина Ахмедова. О распределении призовых мест будет объявлено на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 11 декабря. И на этом все. Оставайтесь на ННТ. Не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин